Искать не надо, он волосок метеорит. Он был буквально в священке. Смотрите, вот это у нас не метеор и не что? Не метеорит. Комета. Я так сказала, что это комета. Это комета. Я сказал, что падающая звезда. Да, вот Егор, некоторые люди, когда видят на небе, вечером идут и так чиркают прямо раз, вот так и исчезают. Я видел, я видел. И быстро исчезают. Вот так ярко буквально след оставляет, трек, даже дым видно. Это у нас метеоры, это не метеориты, потому что метеорит, он не виден. И вот у нас недалеко есть такая Челябинская область. Наверное, слышали, челябинские там показывают по телевизору, как там школа, школьники. Значит, учительница рассказывает. Рассказывает, раз, такое сотрясение, бабахнуло, стекла вылетели, ученики кричат, рассыпнули. И там такой хаос и паника. Видели, наверное, да? Вот, и там показывали много фрагментов разных людей, которые снимали там на... Видеорегистраторы были. Да, видеорегистраторы, камеры, телефоны и так далее. Там такой летит, пьян. Так вот, вот это был большой метеорит, называется Балид. Не Балид у тебя что-то, а Балид на конце буквы Д. Это огромный гигантский метеор. Вот такой упал как раз в Челябинской области, и он напугал ноги. А это комета. Так вот, падающих звезд не бывает, Егор. Если бы падающие звезды сейчас сюда упали... Мы бы располагались. Да, и очень быстро. Вместе с планетой. Слушай, это упало? Ну, вы знаете, есть такое предположение у ученых, что вот... А они могут упасть в землю? Что комета может попасть в землю? Есть у нас такая, ну, образно говоря, у ученых планета Юпитер, да? А ее называют планетой-защитницей Земли. Потому что в нее буквально в этом году попала комета. Ее засняли на телескоп. Так вот, в 96-м году туда врезалась комета Шумейка-Ролевик. Вот, кстати говоря, если вы комету откроете, телескоп, ее назовут вашей... 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 Егор-Королев-Комета. Комета-Королева. Есть комета-Колея. Да, вот. Так что, если вы откроете, то... Каждое там определенное количество лет она будет прилетать и... Ну, соответственно, будет навещать Землю. И вас будут вспоминать как открывателя этой кометы. Самая знаменитая комета, это комета Галлея. Комета Галлея. Да, она через 86 лет обращается. Так вот, смотрите. Кометы, оказывается, являются чем? Они являются поставщиками вот этих маленьких частичек. Вот, когда метеорные дожди бывают, и падающие звездочки... Тихо! Падающие звездочки... Это не что иное, как метеоры. Так, хорошо. Вот это наш город, и эта комета называется Хейла-Бопа. Ее американцы открыли? Да, Хейла-Бопа, конечно. Видите, вот как она была ярко видна, что можно было видеть невооруженным глазом. И вы ее сфоткали? И вы знаете, многие люди в прошлые годы для кометы были страшным предзнаменованием того, что будут происходить какие-то страшные явления, потопы и так далее. Потому что они не знают, что это такое. У вас есть большое? Нет. Так. Ну, кому кометы понравились? Мне! Вот такая фотография. Да никому! О, это Плеяды! Плеяды, мои любимые! Так, давайте сейчас вот эту фотографию посмотрим. Это моя любимая Плеяда, Плеяда, Плеяда! Тихо! Так, вот что это такое? Эту фотографию сделал я сам. Тихо! 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 Пожалуйста! У меня такая будет подсказка. Скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь, что такое Ореол? Кроме, конечно, конфет. Я знаю! Так, ну еще что-нибудь. Орион! Орион! Мифический герой! Тихо-тихо! Созвездие! Так, пожалуйста! Это нефический герой! Это нефический герой! Это нефический герой! Подожди, Плеяды! Так, ну это ты вот это уже! Ясно! Пожалуйста, Орион! Орион! Это был такой мифический охотник, как бы. И однажды он видел сестер Плеяд и влюбился в них. И по мифу, боги как бы превратили их в птиц, чтобы они улетели на небо. Но Орион до сих пор продолжает за ними преследование. Угу. Там что-то помогают скорпион защитить что-ли, что-то там вроде. Угу. Я уже забыла. Так, ну что ж, это да, действительно так. А кто скажет, вот сколько у нас созвездий вообще видно? Всего на небе и Земле. А вот такой у меня такой вопрос будет, ребята. Смотрите, вот представьте себе, что мы завтра, а, вам это не понравится. Мы всю ночь спать не будем. Ура! Давайте! И посчитаем. Я говорю, что вам это не понравится, потом вставать все равно будет. И вот будем считать звезды. Как вы думаете, сколько за ночь мы считаем звезд на наши? Ай-яй-яй-яй. Не, нет. Миллиарды. Миллиарды. Кто кого вопрос? Может тысячи. Нашими глазами без телескоп, просто вот свядьем, и так будем считать. Да нет. Стойте нет. Нет, не миллиарды. Так. Две тысячи. Две тысячи. Заметьте, потом кто будет заживить эту циферку, я назову правильным. Ну, я назову правильно? Миллион. Ну, миллион, так аукцион походу. Два миллиона. Два миллиона. Три тысячи. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч. Сколько? Одна тысяча, две, три, шесть тысяча. Шесть тысяч. Все, больше? Можно. Подожди, сколько тебе? Десять. Один, два, три тысячи? Нет. Сколько? Шесть. Шесть тысяч она дает. Так, хорошо. Я тоже. Так, сколько вы опцион устраиваете? Говори. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Миллион. А, вот где я отдал? А может, шесть передумал. Я дам. Пять. Может, два миллиона. Три тысячи. Три тысячи. Три тысячи. Три тысячи. А может, просто тысячи? Правильно. Правильно. Ответ. Это три тысячи. Три тысячи. Давай, Тюня, давай, я вам какую-нибудь фотографию даю. На тебе, вот, пометру. Так, давайте, считаем. Подожди. Три тысячи, ребята, сосчитаем. Невооруженную глазу. Да, одной пометности. Да, на одном полушарии земли. Сколько ты считал? Смотрите, как мне стараются. Да, да. Да, да. Фотография. Давайте попробуем. Это комета. Запомни, подпишись себе здесь, что это комета. Да. О, распишите. Так, хорошо. Так вот, смотрите, давайте вернемся сейчас к Ориону. Вот, на Орионе, в Орионе, ребята, есть очень интересный объект. И он перед вами. Вот эта фотография. Подождите. А, я знаю, что это. Вот знаете, есть такой фильм. Он так и называется. Вот. Вот так и называется. Первая буква Т Ориона. Первое слово я сказал, на буква Т начинается. И вот это, да. И нет, она называется так. Петля Ориона. Но это называется на буква Т. Можно? Пожалуйста. Это пояс Ориона, я помню. Но в пояс Ориона есть именно это. Ученые считают, что именно из этого, ну, так сказать, материя, которая в них есть, происходит с Ориона. Это что, туманность? Туманность Т Ориона? Совершенно верно, это туманность Т Ориона. Да. Можно? Держи, Настя. Нет, это сто себе. Можно мне? Ты выиграл. Подожди, подожди. Все пока. Нет, она выиграла. Это твоя забирала. Можно твоя, а ты выиграл. Ты выиграл. А вот эта фотография, кто у нас больше всего, так сказать? Никто нет? Да. Можно я кусок седать? Давай тебе дадим. А что это такое, Леонида? Это звезды просто. Это звезды. Это фотография звездного неба. Да, я в голове дам. Тише. Так. Забудьте просьбе, если не смотрите что. И дамка гасит. Мам, ты не так плохо дышишь? И дамка гасит. Мне хватит. Так, короче, сейчас, если вопросы, сейчас вам задавайте. Тогда я... Я вообще не хочу. Я не хочу обещать. Вот у меня такие билетики есть. Смотрите. Вот четвертый вопрос. Ну, вот здесь уже ответ есть. Тихо. Тихо. Давайте вот с этим. Какая планета... Ну, вот здесь вот носит имя Бога подземного космоса. О, да это все знают. Подожди. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. А какие? Так, Меркурий, Юпитер, Плутон, Уран. Плутон. Правильный ответ. Правильный ответ. Считай себе. Ага. Один. Сколько спутников имеет планета Юпитер? Много. Пять, семнадцать, двадцать, более тридцати. Более тридцати. Более тридцати. Более тридцати. Более тридцати. Тихо. Более тридцати. Тихо. Так, хорошо. Семнадцать. Кто ответил более тридцати? Запомните это правильный ответ. Я. Ну, хорошо. Все пропускают. Посмотрите, подождите, как называется космический аппарат, который покинул Солнечную систему. Представляете, сейчас за Солнечную систему, за последней планетой летит космический робот, который никогда на Землю не вернется. И у него есть послание, но вот послание, те люди, которые считали и считают, что есть и другие цивилизации, они послали туда несколько сообщений. И вот на этом корабле, и у него там золотой диск, и вот на этом золотом диске записаны разные звуки природы, как долететь до нашей Земли. И есть такой художественный фильм по-настоящему, который называется «Человек со звезды». И вот там этот аппарат они забирают и находят путь к Земле. Это фантастико. Итак, как он называется? «Маринер», «Пионер-11». Вы знаете, что такое, что «Пионер» слово зашло? По-английски. И «Вояджер». Так, давай. «Вояджер». 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 «Подожди, скажи, пожалуйста, что означает по-английски «Вояджер». «Это путех». Правильный ответ, Воджин? Да! Мне два, у меня два. Хорошо. Мне два, у меня два, у меня два. У меня уже два хватит. Я тоже. Можно я ответил? Это легкий вопрос. Что такое планета? Это твердое небесное тело, которое вращается вокруг Земли, или это раскаленный шар, который спускает свет? Планета. Что такое планета? Второе. 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 Второе, это раскаленный шар, который спускает свет. Первое. 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 Второе. Вниз, посмотрите, у нас там светится что-нибудь под ногами? Не светится, значит, в порядке. Владимир Юрьевич, 36 минут уже. Все, заканчиваем? Через четыре минуты выходить надо. У меня три. У меня три. Так, ну давайте тогда мы пока закончим, поэтому время будет, мы продолжим. У меня три. У меня три. Потом, если будете время продолжить. Хорошо? Нет. Давайте перед TC5. Спасибо не будем. Мы сейчас в Каминатную зал. Сейчас на занятии.